МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 января 2012 года у берегов итальянского острова Джилио в Средиземном море потерпел крушение круизный лайнер Коста-Конкордия. Огромное судно наткнулось на скалы, не обозначенные на карте, и, получив пробоину, пошло ко дну. На борту теплохода находилось более 4 тысяч пассажиров, большинство из которых удалось спасти. Однако 25 человек погибли, а 7 пассажиров так и остались в списках пропавших без вести. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей и Алия Кучины были в числе тех, кто оказался на лайнере Коста-Конкордия в момент крушения. В какой-то момент наступает полное тупение. То есть просто... Причем я так понял, что не только у меня, а многие люди, они просто стояли, им говорили, один тежилет, они его просто не одевали, потому что люди просто не понимали, что происходит. В воде Алексей и Алия пробыли недолго. Спасатели среагировали вовремя, и уже через полчаса их разместили в спасательных слюбках. Оказавшись на берегу, молодые люди не могли поверить в свое спасение. В голове постоянно крутилась одна мысль. Произошло чудо. Ведь они не должны были плыть на этом злополучном лайнере. Мы даже с женой поругались перед Новым годом. Я говорил, что я не поеду, мы не хотели ехать. Я говорю, у нас не идет. Как далеко может заглянуть человеческий разум? И каким образом люди могут предвидеть будущее? Совсем недавно ученые сделали сенсационное открытие. Они расшифровали язык нашего мозга. А это доказывает, что каждый из нас может не только читать мысли другого человека, но и предвидеть будущее. Но кто нас наделил этими знаниями и для чего? Может быть, для того, чтобы научились слышать свою интуицию? И почему бывают моменты, когда попытки действовать сердцем, а не умом, спасают жизнь? Путешествие по Средиземному морю – давняя мечта супругов Кучины. Алия и Алексей планировали свой семейный отпуск почти за год. Однако трудности начались уже с первых дней подготовки. Интуиция сработала уже тогда, когда закручивалась вообще покупка этой поездки. Не получалось издать документы, хотя все было вместе. То не работали, то болели, то рейса не было на самолет. Когда все-таки мы как бы переломили свою судьбу, нашли самолет, и все пошло вроде понакатанное. Но в аэропорту Алексея и Алию ждало новое предостережение. Мы долго не могли получить свои билеты. Когда мы их получили, мы приехали в аэропорт 8 числа, нам сказали, что нас нет в списках пассажиров. Я очень испугалась, потому что я очень боюсь летать, и это вообще самый огромный знак вообще для меня. Однако Алие и Алексею удалось побороть свой страх. Оказавшись на борту самолета, молодые люди немного успокоились. Казалось, что все опасности позади, а впереди их ждет незабываемая неделя на круизном лайнере. Но как только они поднялись на борт Коста-Конкордии, необъяснимое чувство паники возникло вновь. В этот день, еще первый раз, наверное, в жизни, мне было плохо. То есть внутренние ощущения непонятные, интуиции или что это, просто плохо. То есть ничего не болит, никакой орган, а вам просто плохо. 13 января 2012 года, в 22 часа, в самый разгар вечерней программы, когда на верхней палубе были сотни отдыхающих, огромный лайнер наскочил на каменный риф, получил пробоину и начал тонуть. Алексей и Алия чудом остались живы. Спустя несколько дней, когда они оправились от шока, молодые люди поняли, отчего их так настойчиво ограждала судьба. Ведь если бы они послушали свою интуицию, то могли бы избежать трагедии. Во время крушения, вот мне там, нашим теперь уже коллегам, вообще слышалась песня, что вот именно из Титаника. Нам казалось, что она все время играет, и причем все громче, громче и громче. Непонятно, как бы, почему это было где-то внутри, но такое было ощущение. Ученые доказали, что каждый человек обладает интуицией, а значит, каждый из нас сможет предчувствовать беду или даже предсказывать грядущие события. Одни люди называют ее божьим промыслом, другие – шестым чувством. Как бы то ни было, именно эта врожденная способность ощущать характер грядущих событий не раз спасала тысячи людей от верной погибели и помогала бессознательно принимать верные решения. Интуиция базируется, ну, в общем-то, на трех вещах. Это опыт осознанный в данном нужном тебе направлении, в неком направлении. Это интересующим тебе направлении. Это, собственно говоря, воображение, то есть умение воображать из привычного, непривычное, необычное, да? И это эмпатия, это умение понимать состояние других людей, сопереживать. Но кто наделил человека этим чувством? И почему оно открывается только в период смертельной опасности? По одной из версий, в момент, когда человек оказывается на грани между жизнью и смертью, наш организм находится на пределе своих возможностей и потому способен совершать невероятные поступки. Эти способности, они у людей были всегда, всегда, с самого начала возникновения жизни на Земле. Всегда были люди, которые могли предвидеть ситуацию в той или иной степени, но они были. В какой-то период времени их делались жить сами, в какой-то период времени их сжигали на кострах, но при всем при том они всегда существовали, существуют и будут существовать. Более того, считается, что тысячи лет назад энергетическая оболочка человека была невероятно тонкой. Именно это позволяло нашим предкам говорить с Богом и видеть ангелов. Но после изгнания из рая все человечество лишилось этой привилегии. Однако, чтобы защитить людей от пагубного влияния, Господь наделил их плотной энергетической оболочкой. Именно через нее, уверены исследователи, высшие силы до сих пор общаются с человеком, давая ему порой спасительную информацию. Но как понять, кто находится рядом с вами, ангел или дьявол? Меня пригласили мои студенты консультировать разработку золота и алмазов в Кот-Дивуаш, это берег Слоновой Кусти. Там рядом с нашей базой оказался один австрияк, любитель Африки. А потом троих нас пригласил. Я пригласил, говорит, одну колдунью. Она вам погадает и все ваше будущее расскажет. Встреча с африканской колдуньей оказалась поистине судьбоносной. И дело вовсе не в том, что она предсказала нечто невероятное молодым ученым. Во время магического сеанса все присутствующие почувствовали, что где-то рядом находятся потусторонние силы. И определить, что это за силы, ученым удалось с помощью интуиции. И вдруг по комнате родился омерзительнейший запах. Жуткий, нет, ну, запах определенного продукта, я знаю, у меня шестеро муков. Нет, это невыносимо мерзкое было. Нет, это не то, что просто. Потом он пропал. Дело в том, что в работах моего деда, священника Павла Флоренского, есть целый ряд абзацев о том, что сатана омерзительно пахнет. Так что, думаю, что кто-то из этих товарищей был в этой комнате. Ну, действительно, колдунье так оно и должно быть. Исследователи не сомневаются. Почувствовать присутствие ангелов-хранителей или демонов может каждый человек. Однако порой очень трудно отличить силы добра от сил зла, существование которых не сомневаются даже ученые. И лучшее доказательство факту существования как добрых, так и вредоносных сущностей это рассказы тех, кто был за границей жизни. Люди, перенесшие клиническую смерть, часто говорят о том, каков он мир, которого мы, простые смертные, увидеть не можем. Несколько лет назад Вячеслав Климов попал в страшную аварию. Семь минут он был на границе между жизнью и смертью. Я заметил какое-то такое ощущение туманного свечения. При подлете ближе, ну вот, если по ходу движения, я увидел две фигуры, две фигуры людей, которые стояли просто вот как бы в темноте, непонятно на чем. Одна справа, другая слева. Это были фигуры, различимые человеческие фигуры в каких-то длинных белых одеждах, вот как ночные рубашки, я не знаю, на это похоже. Потом, когда я пролетал мимо них, я, да, у них не было лица, то есть вот за место лица было просто видно, как будто лицо в тумане было, вот такое, оно было немножко размытым, не было очертаний, ни глаз, ни носа, ни рта, ни щек, ничего не было. То есть это было лицо, покрытое туманом, который при этом двигался. По мнению исследователей, каждому из нас представляется свой ангел-хранитель, и каждому из нас он дает знания в одинаковом объеме. Вот только не все люди способны их воспринимать. Ситуации по-разному просматриваются. Иногда я просто знаю, очень четко, а в некоторых случаях я сознательно себя готовлю к тому, чтобы увидеть ситуацию. То есть я снижаю число сердечных сокращений, дышу как можно реже. То есть, ну, практически у меня наступает гипоксия коры головного мозга, и вот в тот момент, когда организм пытается понять эту причину, почему среди полного здоровья наступает такое явление, вот, как бы логический контроль снимается, ну, в этот момент я уже могу заглянуть в другие сферы. Теория единого информационного поля Вселенной существовала еще с глубокой древности. Упоминания о поле, которое буквально опоясывало землю, были еще в рукописях народа майя. Древние знали тайны Вселенной еще задолго до технического прогресса. Однако доказать существование этого загадочного поля ученым удалось не так давно. В 82-м году, в 1982-м году стало ясно, что электроны знают о состоянии каждого другого электрона даже за десятки миллионов километров. Это говорит о том, что Вселенная едина, и она подчинена некому, как бы, информационному началу. Это вот изменение состояния передается гораздо выше, чем скорость света. Что это означает? Это означает, что мы живем внутри живого существа. И где бы мы ни пытались исследовать, будь то звезды, кометы и прочее, мы всегда будем находить признаки жизни. Это значит, что человек способен общаться с иными цивилизациями и познать все тайны Вселенной. Но для этого нам нужно снова научиться пользоваться своим шестым чувством. Так, чтобы открыть дверь в мир высших знаний, необходимо настроить свой организм на определенную частоту. Ведь всю информацию, которую воспринимает человек, он получает с помощью электромагнитных волн. Ученые уверены, сами люди являются ничем иным, как сгустками информации. Мы, по сути, голограмма. Голограмма – это трехмерное изображение на двухмерной пластинке под влиянием определенных лучей, которые формируют некую интерферационную картину волн, дающие нам возможность в деталях рассматривать трехмерное изображение. И вот похоже, что действительно мы существуем в таком мире. Наш мозг ежедневно принимает десятки тысяч волновых потоков информации различной частоты. Но, к сожалению, диапазон волн, который может уловить человек, очень мал. А значит, и информации мы получаем намного меньше, чем хотелось бы. Ученые уверены, все дело в том, что тысячу лет назад у человека была необходимость доказывать, что он лучший представитель своего рода. Но в определенный момент бороться с себе подобными стало совсем не нужно, ведь технический прогресс обеспечил человечество всем необходимым. А это значит, что наши предки имели возможность жить в свое удовольствие, а не выживать. Исследователи считают, именно из-за этого факта и прекратился естественный отбор. Главные условия развития живых существ. Мы сейчас находимся на той точке развития мозга, на которой человек оказался 40 тысяч лет назад. Это люди из пещер Краманьонова, Франции. Они ничем не отличаются от нас. И если ребенка из того времени посадить за парту сегодняшнего времени, то это будет обычный человек. Поэтому можно сказать, что вот в этот промежуток времени, собственно, преобразований мозга никаких не происходило. Нейробиологи выяснили, что мозг человека работает только на 5-7% своих возможностей. Однако для мозга это далеко не предел. Один из важнейших органов человека способен работать как минимум на 50%. Но как активизировать процессы в мозге и заставить его работать? Наука не может ответить на этот вопрос. Ведь даже лучшие умы человечества в сущности обыкновенные люди, чей мозг работает максимум на 10%. Какие-то резервы преобразования мозга, вот чисто природного преобразования мозга в ближайшем будущем, то я как-то думаю, что нет. Потому что нет фактора, который отбирает какие-то лучшие мозги или худшие мозги, так сказать, отсеивает. Такого фактора в человеческом обществе нет. Ведь каждый человек ценен, поэтому общество и медицина в частности пытаются сохранить любую человеческую осу. Исследователи утверждают, наш разум обманывает каждого из нас. Оказывается, сам мозг не хочет работать в полную мощность. Он сам блокирует некоторые процессы, чтобы не перенапрягаться. И отсюда вся проблема. Мозг старается вести себя так, чтобы никогда не думать. И вся эволюция была направлена в то, чтобы создать большой мозг, который включился и выключился, сэкономил энергии. Именно поэтому люди стараются при первой возможности не использоваться мозгом, а использовать готовые решения. Именно поэтому люди по биологическим законам делегируют свои, скажем так, свободы, обменивают свои свободы на вот эту энергию на экономике. Однако у человечества есть шанс усовершенствовать собственные возможности. Исследователи совсем недавно открыли уникальный механизм, который позволяет разгадать загадки бытия. Дело в том, что у каждого из нас есть свое собственное энергетическое поле, где хранится вся информация не только о нас, но и о том, что нас окружает, о всей Вселенной. И считывать ее может каждый из нас. Наш земной шар охвачен полем. Каждая песчинка, каждый росточек, каждый лепесточек все имеет свое биополе, все имеет свое информационное поле. И каждый человек естественно. Но чтобы научиться считывать информацию из единого поля Вселенной, человечеству необходимо научиться управлять эпифизом, шишковидной железой размером с горошину. Именно эту крохотную часть нашего головного мозга мудрецы древней Индии считали третьим глазом. Науку я современные признала, если их активировать, и оно у нас, допустим, эпифиз находится сейчас размером с горошину, шишковидная железа, но сделать ее хотя бы в лесной орех, то мы станем бога людьми. То есть мы мудрыми с нами намного. И тогда человек уже будет как бы не столько управляться кем-то, чем-то и какими-то моралью, а сколько будет управляться нравственность. Потому что нравственный человек это творится, он созидатель. И что бы он ни делал, он всегда старается сделать лучше, чем было. Ну, а как говорят, лучше это значит гармония, значит красота. Но красота спасет мир. Так что надо нам из моральных людей делать нарасту. Потому что действие-то одно и то же, а результат совершенно раз. Возможно, именно этот крохотный орган размером с горошину служит своеобразной антенной, передающей человеку знания. Но как научиться им управлять? поиск ответа заставил британских ученых исследовать сотни животных. Результаты экспериментов были поразительными. Удалось выяснить, что именно эпифис улавливает электромагнитные волны, которые излучаются в районе будущей катастрофы. Таким образом, животные, реагируя на эти волны, всегда знают, где их может подстерегать смертельная опасность. И это шишковидная железа у человека способна выполнять те же функции, что и у животных. Вероятно, во многом благодаря развитому эпифизу некоторые люди умеют читать с закрытыми глазами. Но раз люди, читающие повязки на глазах, видящие сквозь стены и на большие расстояния, читающие компьютерные дискеты и творящие прочие чудеса, не являются достаточным большим яблоком. Вот здесь середина, где начинается на яблоком. Я полагаю, что открытие информационного взаимодействия человека с... А этот уникальный эксперимент провели уже российские ученые. Обратите внимание, на Алине черная повязка, видеть текст она не может. А выучить такой объем для маленького ребенка нереально. Кроме того, на груди у девочки висит детектор, отображающий количество света под маской. Показатели прибора не превышают единицы, а это значит, что под маской у Алины кромешная тьма. Жульничество исключено. Невероятно, но, несмотря на повязку, она без труда читает текст. Ученые объясняют этот феномен открытым третьим глазом. Чаще всего видеть с закрытыми глазами легче детям. Ведь пик развития эпифиза приходится на 5-6 лет. Правильно там все лежит. Переворачивай стаканчик сразу, чтобы в него можно было положить. Молодец. Куда этот мячик надо положить? Ага. Так, молодец. Так. Клади, клади, он там, дай. Вот, достанешь? Ой-ой, полетел к тебе. Не снимай, не снимай, не снимай. На столе, на столе, смотри, смотри. Вот он. Так. Какой? Вот. Ага, сразу сюда. Молодец. 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 А это шестилетняя Аня. Эксперты говорят, что возможности ее третьего глаза практически не знают границ. Однако неизвестно, сможет ли Аня видеть с закрытыми глазами в будущем. Дело в том, что после шестилетнего возраста эпифис начинает буквально каменеть. А значит, после этого возраста человек не по дням, а по часам начинает терять свою интуицию. Однако исследователи нашли способ остановить отмирание шишковидной железы. Похоже, что эта технология относится к разряду таких технологий, которые прокладывают сама себе новые возможности. мы просто не представляем еще, как могут быть использованы технологии передачи, биотехнической передачи мыслей для управления внешними устройствами. Российскому ученому Александру Каплану удалось создать уникальную технологию, благодаря которой уже сейчас можно передавать мысли на расстоянии. Ученый доказал, что техническая телепатия это реальность сегодняшнего дня. Он с группой ученых разработал поистине уникальный аппарат, с помощью которого исследователям удалось расшифровать наверное самый трудный из всех существующих языков. Язык нашего мозга. Оказывается перед тем, как человек скажет какую-нибудь фразу, в его голове происходят определенные процессы, которые и научились распознавать ученые. А именно в мозге человека каждая буква, слово или даже целое предложение соответствует определенному иероглифу. Эти символы на самом деле являются электрическими импульсами нашего сознания. И у каждого слова есть свой особый электрический импульс. Именно их и научились считывать ученые. И видов этих импульсов возможно даже больше, чем букв во всех языках вместе взятых. Интерфейс мозг-компьютер это технология, которая использует электрические сигналы мозга для того, чтобы превратить их в команды для внешних исполнительных устройств. Ученые уже разработали специальные регистраторы, которые позволяют читать мысли на расстоянии. Совсем недавно они провели уникальный эксперимент. Сканировали мозговую деятельность людей, которые должны были выбрать одно из трех действий. Схватить объект за верхнюю часть, за нижнюю или просто к нему прикоснуться. При этом ученые записывали показатели мозговой активности и расшифровывали их как иероглифы. Невероятно, но стоило кому-нибудь из них только подумать о том, что он, например, коснется объекта, как эта информация уже была известна ученым. Уникальный прибор ученые назвали нейрокомпьютерный интерфейс. С его помощью можно не только читать мысли другого человека, но и управлять предметами лишь силой мысли. Точно так же можно нажимать кнопки управления какой-то машинки, управления каким-то устройством, манипулятором, робототехническим устройством, вообще мобильными роботами можно таким образом управлять. Но как? Через регистрацию электрического сигнала, расшифровки этого сигнала и превращение его в команды. Такой сигнал можно передать на любое расстояние. Изобретение Каплана доказало всему миру, что обладать сверхспособностями, читать мысли может каждый. Но как? Без помощи техники открыть в себе необычные способности? Истории известен один поистине уникальный случай. В 1972 году возможности восходящей звезды парапсихологии Ури Геллера тщательнейшим образом проверяли лучшие умы Стэнфордского университета США. И в конце концов ученые пришли к ошеломляющим выводам. Ури Геллер действительно обладает паранормальными способностями. Мало того, что он может читать мысли любого человека и на любом расстоянии, впечатывать свое изображение на пленку полностью закрытого фотоаппарата, изменять вес предметов по своему желанию, ему под силу даже гнуть металл с помощью легкого прикосновения пальцев. Ури удалось активировать свои скрытые возможности. Ученые уверены, это под силу каждому из нас. Получается, что мы адаптированы к той среде, в которой находимся. И мозг, если в него и заложены большие возможности, большие резервы, и вскрыть эти резервы поможет только новая какая-то нетипичная ситуация. Она покажет, есть новые жизненные возможности человека, и в том числе мозга, или нет. Именно экстремальная ситуация и позволила Ури активизировать свои заложенные сверхспособности. Но искажение металла это лишь малая часть тех удивительных вещей, на которые способен Геллер. Уникальный дар открылся в нем еще в детстве, когда Ури, как самый обыкновенный ребенок, играл во дворе своего дома. Но вдруг мальчик услышал пронзительный звук в ушах и почувствовал, будто время остановилось. На него буквально легла пелена из яркого света. С тех пор Ури не только шокировал маму тем, что без труда читал ее мысли, но и урожайся. Субтитры делал DimaTorzok Не перепутать волнение с ложью. Для этого нужно задавать кучу вопросов волнительных, чтобы отличить истинное волнение от волнения воздушной ложи. Детектор лжи был придуман в начале 20 века в Америке. Окрыленные первыми успехами, ученые стали широко применять его для разоблачения преступников. Долгое время считалось, что такие результаты нельзя подтасовать. Как бы ты ни старался, реакции организма не обманешь. По результатам полиграфа иногда даже выносился приговор. А это значило, что в железных руках детектора лжи была жизнь сотен заключенных. Однако со временем ученые поняли, что некоторым людям не составляет никакого труда обмануть, казалось бы, непогрешимый прибор. Нужно было только уметь настраивать свой мозг на определенную частоту. То, что детекция лжи является детекцией лжи, это и в свою очередь является ложью. Ложь невозможно детектировать, к сожалению, наука к этому не пришла еще. Детектирует волнение. Поэтому все методы детекции лжи основаны на детекции волнения. Стоило только человеку сымитировать волнение на наводящих вопросах, как машина путалась в реакциях организма и не могла выдать точный результат. Ферму вы сознательно скрыли или исказили какие-нибудь сведения о своей трудовой деятельности? Нет. В эксперименте, который вы видите, исследуются процессы, происходящие в голове человека в момент принятия решения и совершения ошибки. Именно эти процессы активизируются при прохождении проверки на детекторе лжи. Мы стремимся понять, какие процессы в мозге происходят в тот момент, когда человек воспринимает какие-то стимулы, на которые он должен каким-то образом реагировать. Причем, если традиционно в психофизиологии для упрощения эксперимента используют упрощенные схемы, в которых человек, испытуемый, заведомо должен выполнить задания, в которых мы заведомо легко изучают внимание как таковое. Мы же построили схему эксперимента, гораздо более близкую к реальной ситуации, с которой сталкивается человек, когда человек делает ошибки. Испытуемый слышит четыре звука, которые являются комбинацией двух признаков. Низкий и высокий звук, и любой из них может быть просто чистым синусоидальным тоном, простым, или тем же тоном зашумленным. И он должен нажимать всего лишь на две кнопки джойстика, которые держат руки. Несмотря на казавзу, простоту такого задания, человек обязательно делает ошибки, и мы как раз хотим понять, какие условия в мозге обеспечивают правильную реакцию, и чем они отличаются от условий, в которых испытуемый совершает ошибки. Испытуемому через наушники подается звук. В зависимости от его частоты, участник должен нажимать на правую или левую кнопки джойстика. Намеренно ошибся, реакция организма будет одной. Сделал правильный выбор совершенно иной. С этой разницей реакции организма и работает детектор лжи. Существует масса способов обмануть детектора лжи. К примеру, человек может выпить с утра алкогольный напиток, чтобы максимально подавить волнение и затормозить некоторые реакции организма. А если организм перестает реагировать на окружающую среду, то и волнение зафиксировать прибору не удастся. Просто потому, что его не будет. У нас студенты проходят довольно-таки серьезный практику по психофизиологии. На настоящем, реальном оборудовании у нас есть настоящий детектор лжи, который широко применяется в реальной жизни. И на таком реальном оборудовании студенты учатся. У нас есть задача, когда, например, имитируется какое-то преступление, и студенты одни выступают в роли последственных, другие в роли следователей. А они, соответственно, угадывают. Не всегда верно, они еще не умеют, но они угадывают. Впрочем, для того, чтобы узнать секретную информацию, вовсе не обязательно прибегать к помощи детектора лжи. В некоторых случаях даже и интуиция может не понадобиться. Сущности из параллельных миров оставляют людям послания с помощью технических средств. Если этот дух хочет пугать своего хозяева, или любил человека, свою девушку, например, и умер, но этот дух всегда с ней. Он может и через трубку, и через дом, через радио, и через хоть телевизор, хоть видеоключение. Вы понимаете, что тот будет делать, чтобы убедить, что я здесь. Впервые связь с потусторонним миром сумел зафиксировать ученый Фридрих Юргенсен в 1959 году. Он хотел записать на диктофон пение птиц. Во время самой записи ничего необычного не произошло. Но когда ученый прослушал то, что получилось, то испытал настоящий шок. Вместо пения птиц из радиоприемника доносился голос мужчины, который рассказывал о жизни птиц. Казалось бы, радиоприемник просто уловил частоту другой радиостанции. Сначала ученый и сам так подумал, но вскоре понял, что ошибался. Юргенсен выяснил, что в тот день ни на одной радиостанции не было программы о птицах. Ошеломленный таким результатом, ученый продолжил свои исследования и однажды даже записал голос своей погибшей матери. Получается, что потусторонние силы имеют массу возможностей дать почувствовать свое присутствие. Пусть даже мы, люди, этого не хотим. Чаще всего все-таки информация дается нам, во-первых, она дается подготовленному человеку. Человеку, который может объяснить и довести до сознания людей. Если бы таблица периодических элементов, периодическая таблица Менделеева приснилась не Менделееву, а любому другому человеку, у нас бы до сих пор не было этого инструмента. То есть она приснилась именно тому, кто может объяснить и довести. Она же могла присниться любому химику, но классом ниже, чем Менделеев, и ничего бы не было. Борис Фаворский один из тех, кто свою интуицию даже боится. Явление, которому он подвержен, называется синестезия. Эти уникальные люди воспринимают мир не так, как все. У них область мозга, которая отвечает, к примеру, за зрение, реагирует на слуховое раздражение. Другими словами, некоторые синестеты, в том числе и Борис, могут видеть звук и слышать цвет. Нота Фа, к примеру, в мозге Бориса может окраситься фиолетовый цвет. Музыку я тоже вижу в цвете. Это действительно красиво. Чем более красочная мелодия, и чем больше используется музыкальных инструментов, тем более ярко и более красиво я вижу саму музыку. Чем меньше использовано музыкальных инструментов в песне, тем более скудной, более бедной для меня является песня. Все окружающие его звуки имеют свой цвет. К примеру, все шумовые эффекты, а также монотонная музыка, в сознании Бориса окрашена в серые тона. Именно поэтому синестет не жалует рэп. Борису не составит труда разложить на цвета любую песню. И даже привычные нам буквы в сознании синестета обладают ярким художественным образом. Да, есть такие. К примеру, буква А красного цвета, О белого цвета, Я желтого цвета и черного цвета, И голубого цвета, Ю фиолетового цвета. Но в чем заключена разгадка феномена синестезия? Почему эти люди видят в этом мире чуть больше, чем все остальные? И самое главное, кто наградил их этой врожденной способностью ощущать мир по-особенному? Ученые подсчитали. Уже сейчас известно более 150 разновидностей синестезии. Однако чем обусловлен этот генетический сбой, наука объяснить пока не в силах. Одно известно точно. Синестезия может стать серьезным подспорьем в творчестве и являться своеобразным сигналом, показывающим, что в определенном человеке может быть заложен дар предвидения. Синестеты – это своего рода избранные. Ведь именно у них ученые обнаружили уникальный ген. Возможно также говорить о неком не синестетическом гене, а может быть о гене повышенной пластичности мозга. И тогда в этом случае повышенная пластичность мозга в каких-то случаях будет проявляться как синестезия, а в каких-то других – как какое-то явление, которое, может быть, мы еще не знаем или знаем, но с синестезией не связываем. По предположениям исследователей, ген синестезии закладывается в ребенке на первых неделях его развития, когда формируется мозг. Но почему мозг настраивается именно так, воспринимает действительность, ученые пока не знают. Проверить это не представляется возможным, ведь досконально изучить мозг можно только после смерти человека. Поэтому разгадать загадку синестезии ученым еще только предстоит. Скорее всего, это происходит на очень-очень раннем этапе, и у меня есть подозрение, что некоторые виды даже пренатально появляются, то есть тогда, когда вы еще являетесь зародышем развивающимся. Потому что, например, синестезия на звуки речи или просто на звуки, вполне существует вероятность, что когда еще ребенок в утробе матери, он может слышать. И, следовательно, само функциональное структурное формирование может захватить этот звуковой поток и каким-то образом, каким мы не знаем, связать его с цветом или запахом, или еще с чем-то. Удивительно, но на протяжении всей жизни синестеты воспринимают мир так же, как маленькие дети. Дело в том, что у малышей нет разделения на отдельные чувства, поэтому в их мозге постоянно происходит путаница. На слуховое раздражение реагирует не центр, отвечающий за восприятие звука, а отдел мозга, отвечающий за зрение. То же самое происходит и в мозге синестетов. К тому же ученые доказали, что все дети до пяти лет обладают даром предвидения, потому что их связь с полем Вселенной все еще сильна. Значит ли это, что и синестеты могут предсказывать будущее? Возникновение синестезии и ее развитие задолго до рождения заставляют некоторых специалистов серьезно задуматься о происхождении этой генетической особенности. Некоторые ученые уверены, синестеты – это новая каста людей, которым дается чуть больше информации, чем всем остальным. Возможно, именно синестеты способны защитить людей от опасности с помощью своей интуиции. В жизни Бориса были случаи, когда он смог предвидеть смерть своих знакомых. Цвет смерти очень сложно описать, в отличие от других цветов, которые можно спокойно описать с помощью каких-либо слов. Этот цвет является скорее трехмерным. Он, как я говорил, имеет фиолетовые и розовые оттенки. И он такой является полупрозрачным. И там можно увидеть блестки. Звучит как-то немножко безумно, но я просто вижу этот цвет, который просто приносит смерть. Как признался нам сам синестет, знать многое наперед не так-то легко. Ведь чаще всего Борис видит не самые приятные события из жизни друзей и близких. Первый раз я заметил, что я способен видеть цвет смерти полтора года назад, когда мой преподаватель по физкультуре скончался. И за три недели до трагического события я увидел, что в его имени изменился цвет один. Добавился вот этот самый непонятный цвет, который, как вскоре оказался, являлся цветом смерти. Однако далеко не все возможности, которые открываются благодаря синестезии, способны помочь. В некоторых случаях врожденная предрасположенность к такому запутанному восприятию мира способна серьезно навредить человеку. Кому не повезло, так это одному председателю Британской ассоциации синестетов Джеймсу Винертону. Каждый раз слыша имя, он сразу же ощущает его на вкус. Неприятные ассоциации не раз ставили ученого в неловкое положение. Более того, не раз ему приходилось прекращать общение с хорошими людьми, чье имя оказывалось невкусным. Он чувствует на вкус человеческую речь и любые звуки. Да. Это довольно интересный случай, когда человек слышит, например, слово «соседж» или «коттедж» или «поридж», и какой-то кусочек слова ассоциируется у него с определенным, ну, например, вкусом жареного бекона. Например. Хотя «коттедж», по-английски «домик» или «коттедж», не имеет к жареному бекону никакого отношения. Так вот, курьезность состоит в том, что когда он, например, знакомится с девушками, он пробует их имена на вкус. И иногда возникает такая драма, что вроде бы партнер ему нравится, девушка ему нравится, но имя у нее отдает, ну, например, сжавым металлом. И в этом случае, да, и в этом случае он встает перед дилеммой. Либо про себя называть ее по-другому, либо вообще с ним не знакомиться. Имена в мозге Бориса тоже окрашены в разные цвета. Например, имя Олег в сознании синистета белая-бежевая, Антон красно-белая, Алексей красно-серая, Ольга бело-красная, Даниил красно-черная. Но почему мозг выбирает именно такие цвета, Борис объяснить не может. Я предпочитаю девушек с цветами в именах красный и желтый. Некоторые синистеты активно развивали свое уникальное мировосприятие. И именно их генетическая особенность позволила им стать настоящими гениями. Среди них были и писатель Владимир Набоков, и композитор Римский-Курсаков. Вы знаете, для меня примером гениального применения синистезии является Набоков. Набоков врожденный синистет. У него есть биографический роман «Память говори». И в нем есть отрывок, который часто называется «Исповедь синистета», где он описывает свою синистезию, которая у него выражалась в цвете. Он был плеглот, он знал хорошо три языка. Это французский, английский и русский. И все буквы всех языков для него имели разные оттенки. Они поигрывали цветами. Почему некоторым из нас дается возможность видеть то, что сокрыто от глаз большинства? И можно ли попасть в этот круг избранных? Ученые доказали, что человеческий мозг способен воспринимать лишь малую долю того, что есть в нашем мире. И, быть может, в этом-то его сила и своего рода защита. Сделают ли человека знания о параллельных мирах по-настоящему счастливым или же восприятие новых реальностей способно разрушить ему жизнь? Быть может, именно в желании заглянуть за границей дозволенного заключен смысл каждого из нас. Кто знает, возможно, рано или поздно перед человечеством распахнутся двери в мир непознанного и нам откроются тайны Вселенной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я заметил какое-то такое ощущение туманного свечения при подлете ближе ну вот если по ходу движения я увидел две фигуры две фигуры людей которые стояли просто вот как бы в темноте непонятно на чем одна справа другая слева Это были фигуры, различимые человеческие фигуры в каких-то длинных белых одеждах, вот как ночные рубашки, я не знаю, на это похоже. Потом, когда я пролетал мимо них, да, у них не было лица. То есть вот за место лица было просто видно, как будто лицо в тумане было. Вот такое, оно было немножко размытым, и не было очертаний ни глаз, ни носа, ни рта, ни щек, ничего не было. То есть это было лицо, покрытое туманом, который при этом двигался. По мнению исследователей, каждому из нас представляется свой ангел-хранитель, и каждому из нас он дает знания в одинаковом объеме. Вот только не все люди способны их воспринимать. Ситуации по-разному просматриваются. Иногда я просто знаю очень четко, а в некоторых случаях я сознательно себя готовлю к тому, чтобы увидеть ситуацию. То есть я снижаю число сердечных сокращений, дышу как можно реже. То есть практически у меня наступает гипоксия коры головного мозга, и вот в тот момент, когда организм пытается понять эту причину, почему среди полного здоровья наступает такое явление, вот как бы логический контроль снимается, в этот момент я уже могу заглянуть в другие сферы. Теория единого информационного поля Вселенной существовала еще с глубокой древности. Упоминания о поле, которое буквально опоясывало Землю, были еще в рукописях народа майя. Древние знали тайны Вселенной еще задолго до технического прогресса. Однако доказать существование этого загадочного поля ученым удалось. Совсем недавно они провели уникальный эксперимент. Сканировали мозговую деятельность людей, которые должны были выбрать одно из трех действий. Схватить объект за верхнюю часть, за нижнюю, или просто к нему прикоснуться. При этом ученые записывали показатели мозговой активности и расшифровывали их как иероглифы. Невероятно, но стоило кому-нибудь из них только подумать о том, что он, например, коснется объекта, как эта информация уже была известна ученым. Уникальный прибор ученые назвали нейрокомпьютерный интерфейс. С его помощью можно не только читать мысли другого человека, но и управлять предметами лишь силой мысли. Точно так же можно нажимать кнопки управления какой-то машинки, управления каким-то устройством, манипулятором, робототехническим устройством. Вообще мобильными роботами можно таким образом управлять. Но как? Через регистрацию электрического сигнала, расшифровки этого сигнала и превращение его в команды. Такой сигнал можно передать на любое расстояние. Изобретение Каплана доказало всему миру, что обладать сверхспособностями, читать мысли может каждый. Но как, без помощи техники, открыть в себе необычные способности? Истории известен один поистине уникальный случай. В 1972 году возможности восходящей звезды парапсихологии Ури Геллера тщательнейшим образом проверяли лучшие умы Стэнфордского университета США. И в конце концов ученые пришли к ошеломляющим выводам. Ури Геллер действительно обладает паранормальными способностями. Мало того, что он может читать мысли любого человека и на любом расстоянии, впечатывать свое изображение на пленку полностью закрытого фотоаппарата, изменять вес предметов по своему желанию, ему под силу даже гнуть металл с помощью легкого прикосновения пальцев. Ури удалось активировать свои скрытые возможности. Ученые уверены, это под силу каждому из нас. Получается, что мы адаптированы к той среде, в которой находимся. И мозг, если в него и заложены большие возможности, большие резервы, и вскрыть эти резервы поможет только новая, какая-то нетипичная ситуация. Она покажет, есть новые жизненные возможности человека, и в том числе мозга, или нет. Именно экстремальная ситуация и позволила Ури активизировать свои заложенные сверхспособности. С этой разницей реакции организма и работает детектор лжи. Существует масса способов обмануть детектора лжи. К примеру, человек может выпить с утра алкогольный напиток, чтобы максимально подавить волнение и затормозить некоторые реакции организма. А если организм перестает реагировать на окружающую среду, то и волнение зафиксировать прибору не удастся. Просто потому, что его не будет. У нас студенты проходят довольно-таки серьезный практику по психофизиологии. На настоящем, реальном оборудовании у нас есть настоящий детектор лжи, который широко применяется в реальной жизни. И на таком реальном оборудовании студенты учатся. У нас есть задача, когда, например, имитируется какое-то преступление, и студенты одни выступают в роли последственных, другие в роли следователей, а они, соответственно, угадывают. Не всегда верно, они еще не умеют, но они угадывают. Впрочем, для того, чтобы узнать секретную информацию, вовсе не обязательно прибегать к помощи детектора лжи. В некоторых случаях даже и интуиция может не понадобиться. Сущности из параллельных миров оставляют людям послание с помощью технических средств. Если этот дух хочет пугать своего хозяева, или любил человека, своего девушку, например, и умер, но этот дух всегда с ней, он может и через трубку, и через дом, через радио, и через хоть телевизор, хоть видеоключение, вот понимаете, что тот будет делать, что убедить, я здесь. Впервые связь с потусторонним миром сумел зафиксировать ученый Фридрих Юргенсен в 1959 году. Он хотел записать на диктофон пение птиц. Во время самой записи ничего необычного не произошло. Но когда ученый прослушал то, что получилось, то испытал настоящий шок. Вместо пения птиц из радиоприемника доносился голос мужчины, который рассказывал о жизни птиц. Казалось бы, радиоприемник просто уловил частоту другой радиостанции. Сначала ученый и сам так подумал, но вскоре понял, что ошибался. Юргенсен выяснил, что в тот день ни на одной радиостанции не было программы о птицах. Ошеломленный таким результатом, ученый продолжил свои исследования и однажды даже записал голос своей погибшей матери. Говорят, что возможности ее третьего глаза практически не знают границ. Однако неизвестно, сможет ли Аня видеть с закрытыми глазами в будущем. Дело в том, что после шестилетнего возраста эпифис начинает буквально каменеть. А значит, после этого возраста человек не по дням, а по часам начинает терять свою интуицию. Однако исследователи нашли способ остановить отмирание шишковидной железы. Похоже, что эта технология относится к разряду таких технологий, которые прокладывают сама себе новые возможности. Мы просто не представляем еще, как могут быть использованы технологии биотехнической передачи мыслей для управления внешними устройствами. Российскому ученому Александру Каплану удалось создать уникальную технологию, благодаря которой уже сейчас можно передавать мысли на расстоянии. Ученый доказал, что техническая телепатия – это реальность сегодняшнего дня. Он с группой ученых разработал поистине уникальный аппарат, с помощью которого исследователям удалось расшифровать, наверное, самый трудный из всех существующих языков – язык нашего мозга. Оказывается, перед тем, как человек скажет какую-нибудь фразу, в его голове происходят определенные процессы, которые и научились распознавать ученые. А именно, в мозге человека каждая буква, слово или даже целое предложение соответствуют определенному иероглифу. Эти символы на самом деле являются электрическими импульсами нашего сознания. И у каждого слова есть свой особый электрический импульс. Именно их и научились считывать ученые. И видов этих импульсов, возможно, даже больше, чем букв во всех языках вместе взятых. Интерфейс мозг-компьютер – это технология, которая использует электрические сигналы мозга для того, чтобы превратить их в команды для внешних исполнительных устройств. Ученые уже разработали специальные регистраторы, которые позволяют читать мысли на расстоянии. Совсем недавно они провели уникальный эксперимент. Сканировали мозговую деятельность людей, которые должны были выбрать одно из трех действий. Схватить объект за верхнюю часть, за нижнюю или просто к нему прикоснуться. При этом ученые записывали показатели мозговой активности и расшифровывали их, как иероглифы. Невероятно. Но стоило кому-нибудь из них только подумать о том, что он, например, коснется объекта, как эта информация уже была известна ученым. Уникальный прибор ученые назвали нейрокомпьютерный интерфейс. С его помощью можно не только... В каких-то длинных белых одеждах, вот как ночные рубашки, я не знаю, на это похоже. Потом, когда я пролетал мимо них, я... да, у них не было лица. То есть вот за место лица было просто видно, как будто лицо в тумане было. Вот такое... оно было немножко размытым, и не было очертаний ни глаз, ни носа, ни рта, ни щек, ничего не было. То есть это было лицо, покрытое туманом, который при этом двигался. По мнению исследователей, каждому из нас представляется свой ангел-хранитель. И каждому из нас он дает знания в одинаковом объеме. Вот только не все люди способны их воспринимать. Ситуации по-разному просматриваются. Иногда я просто знаю очень четко. А в некоторых случаях я сознательно себя готовлю к тому, чтобы увидеть ситуацию. То есть я снижаю число сердечных сокращений, дышу как можно реже. То есть, ну, практически у меня наступает гипоксия коры головного мозга. И вот в тот момент, когда организм пытается понять эту причину, почему среди полного здоровья наступает такое явление, вот, как бы логический контроль снимается, в этот момент я уже могу заглянуть в другие сферы. Теория единого информационного поля Вселенной существовала еще с глубокой древности. Упоминания о поле, которое буквально опоясывало Землю, были еще в рукописях народа майя. Древние знали тайны Вселенной еще задолго до технического прогресса. Однако доказать существование этого загадочного поля ученым удалось не так давно. В 1982 году, в 1982 году стало ясно, что электроны знают о состоянии каждого другого электрона даже за десятки миллионов километров. Это говорит о том, что Вселенная едина, и она подчинена некому, как бы, информационному началу. Это вот изменение состояния передается гораздо выше, чем скорость света. Что это означает? Это означает, что мы живем внутри живого существа. И где бы мы ни пытались исследовать, будь то звезды, кометы и прочее, мы всегда будем находить признаки жизни. Это значит, что человек способен общаться с иными цивилизациями и познать все тайны Вселенной. Но для этого нам нужно снова научиться пользоваться своим шестым чувством. Так, чтобы открыть дверь в мир высших знаний, необходимо настроить свой организм на определенную частоту. Ведь всю информацию, которую воспринимают... Они, соответственно, угадывают. Не всегда верно, они еще не умеют, но они угадывают. Впрочем, для того, чтобы узнать секретную информацию, вовсе не обязательно прибегать к помощи детектора лжи. В некоторых случаях даже и интуиция может не понадобиться. Сущности из параллельных миров оставляют людям послания с помощью технических средств. Если этот дух хочет пугать своего хозяева или любимый человек, любил человека, свою девушку, да, например, и умер, но этот дух всегда с ней. Он может и через трубку, и через дом, через радио, и через хоть телевизор, хоть видеоключение. Вот понимаете, что тот будет делать, чтобы убедить, я здесь. Впервые связь с потусторонним миром сумел зафиксировать ученый Фридрих Юргенсен в 1959 году. Он хотел записать на диктофон пение птиц. Во время самой записи ничего необычного не произошло. Но когда ученый прослушал то, что получилось, то испытал настоящий шок. Вместо пения птиц из радиоприемника доносился голос мужчины, который рассказывал о жизни птиц. Казалось бы, радиоприемник просто уловил частоту другой радиостанции. Сначала ученый и сам так подумал, но вскоре понял, что ошибался. В том числе, Юргенсен выяснил, что в тот день ни на одной радиостанции не было программы о птицах. Ошеломленный таким результатом, ученый продолжил свои исследования и однажды даже записал голос своей погибшей матери. Получается, что потусторонние силы имеют массу возможностей дать почувствовать свое присутствие. Пусть даже мы, люди, этого не хотим. Чаще всего все-таки информация дается нам, во-первых, она дается подготовленному человеку. Человеку, который может объяснить и довести до сознания людей. Если бы таблица периодических элементов, периодическая таблица Менделеева приснилась не Менделееву, а любому другому человеку, у нас бы до сих пор не было этого инструмента. То есть она приснилась именно тому, кто может объяснить и довести. Она же могла присниться любому химику, но классом ниже, чем Менделеев, и ничего бы не было. Борис Фаворский один из тех, кто свою интуицию даже боится. Явление, которому он подвержен, называется синестезия. Эти уникальные люди... В очень-очень раннем этапе, и у меня есть подозрение, что некоторые виды даже пренатально появляются. То есть тогда, когда вы еще являетесь зародышем развивающимся. Потому что, например, синестезия на звуки речи, или просто на звуки, вполне существует вероятность, что когда еще ребенок в утробе матери, он может слышать. И, следовательно, само функциональное структурное формирование может захватить этот звуковой поток. И каким-то образом, каким мы не знаем, связать его с цветом, или с запахом, или еще с чем-то. Удивительно, но на протяжении всей жизни синестеты воспринимают мир так же, как маленькие дети. Дело в том, что у малышей нет разделения на отдельные чувства. Поэтому в их мозге постоянно происходит путаница. На слуховое раздражение реагирует не центр, отвечающий за восприятие звука, а отдел мозга, отвечающий за зрение. То же самое происходит и в мозге синестетов. К тому же ученые доказали, что все дети до пяти лет обладают даром предвидения, потому что их связь с полем Вселенной все еще сильна. Значит ли это, что и синестеты могут предсказывать будущее? Возникновение синестезии и ее развитие задолго до рождения заставляют некоторых специалистов серьезно задуматься о происхождении этой генетической особенности. Некоторые ученые уверены, синестеты – это новая каста людей, которым дается чуть больше информации, чем всем остальным. Возможно, именно синестеты способны защитить людей от опасности с помощью своей интуиции. В жизни Бориса были случаи, когда он смог предвидеть смерть своих знакомых. Цвет смерти очень сложно описать, в отличие от других цветов, которые можно спокойно описать с помощью каких-либо слов. Этот цвет является скорее трехмерным. Он, как я говорил, имеет фиолетовые и розовые оттенки. И он такой является полупрозрачным. И там можно увидеть блестки. Звучит как-то немножко безумно, но это просто вижу этот цвет, который просто приносит смерть. Как признался нам сам синестет, знать многое наперед не так-то легко. Ведь чаще всего Борис видит не самые приятные события из жизни друзей и близких. Первый раз я заметил, что я способен видеть цвет смерти. Полтора года назад, когда мой преподаватель по физкультуре скончался. И за три недели до трагического события я увидел, что в его имени изменился цвет один. Добавился вот этот самый непонятный цвет, который, как вскоре оказался, являлся цветом смерти. Однако далеко не все возможности, которые открываются благодаря... Мы просто не представляем еще, как могут быть использованы технологии передачи, биотехнической передачи мыслей для управления внешними устройствами. Российскому ученому Александру Каплану удалось создать уникальную технологию, благодаря которой уже сейчас можно передавать мысли на расстоянии. Ученый доказал, что техническая телепатия – это реальность сегодняшнего дня. Он с группой ученых разработал поистине уникальный аппарат, с помощью которого исследователям удалось расшифровать, наверное, самый трудный из всех существующих языков – язык нашего мозга. Оказывается, перед тем, как человек скажет какую-нибудь фразу, в его голове происходят определенные процессы, которые и научились распознавать ученые. А именно, в мозге человека каждая буква, слово или даже целое предложение соответствуют определенному иероглифу. Эти символы на самом деле являются электрическими импульсами нашего сознания. И у каждого слова есть свой особый электрический импульс. Именно их и научились считывать ученые. И видов этих импульсов, возможно, даже больше, чем букв во всех языках вместе взятых. Интерфейс мозг-компьютер – это технология, которая использует электрические сигналы мозга для того, чтобы превратить их в команды для внешних исполнительных устройств. Ученые уже разработали специальные регистраторы, которые позволяют читать мысли на расстоянии. Совсем недавно они провели уникальный эксперимент. Сканировали мозговую деятельность людей, которые должны были выбрать одно из трех действий. Схватить объект за верхнюю часть, за нижнюю или просто к нему прикоснуться. При этом ученые записывали показатели мозговой активности и расшифровывали их, как иероглифы. Невероятно, но стоило кому-нибудь из них только подумать о том, что он, например, коснется объекта, как эта информация уже была известна ученым. Уникальный прибор ученые назвали нейрокомпьютерный интерфейс. С его помощью можно не только читать мысли другого человека, но и управлять предметами лишь силой мысли. Точно так же можно нажимать кнопки управления какой-то машинки, управления каким-то устройством, манипулятором, робототехническим устройством, вообще мобильными роботами можно таким образом управлять. Но как? Через регистрацию электрического сигнала, расшифровки этого сигнала и превращение его в команды. Такой сигнал можно передать на любое расстояние. Изобретение Каплана доказало всему миру, что обладать сверхспособностями, читать мысли может каждый. Но как? Без помощи техники? Эти способности у людей были всегда. Всегда. С самого начала возникновения жизни на Земле. Всегда были люди, которые могли предвидеть ситуацию в той или иной степени, но они были. В какой-то период времени их делали жрецами, в какой-то период времени их сжигали на кострах, но при всем при том они всегда существовали, существуют и будут существовать. Более того, считается, что тысячи лет назад энергетическая оболочка человека была невероятно тонкой. Именно это позволяло нашим предкам говорить с Богом и видеть ангелов. Но после изгнания из рая все человечество лишилось этой привилегии. Однако, чтобы защитить людей от пагубного влияния, Господь наделил их плотной энергетической оболочкой. Именно через нее, уверены исследователи, высшие силы до сих пор общаются с человеком, давая ему порой спасительную информацию. Но как понять, кто находится рядом с вами? Ангел или дьявол? Меня пригласили мои студенты консультировать разработку золота и алмазов в Кот-де-Вуаш. Это берег слоновой пустыни. Там рядом с нашей базой оказался один австрияк, любитель Африки. А потом троих нас пригласил. Я пригласил где-то одну колдунью. Она вам погадает и все ваше будущее расскажет. Встреча с африканской колдуньей оказалась поистине судьбоносной. И дело вовсе не в том, что она предсказала нечто невероятное молодым ученым. Во время магического сеанса все присутствующие почувствовали, что где-то рядом находятся потусторонние силы. И определить, что это за силы, ученым удалось с помощью интуиции. И вдруг по комнате родился омерзительнейший запах. Жуткий, нет, ну запах определенного продукта, я знаю, у меня шестеро муков. Нет, это невыносимо мерзкое было. Он подумал, нет, это не то, что просто. Потом он пропал. Дело в том, что в работах моего деда, священника Павла Флоренского, есть целый ряд абзацев о том, что сатана омерзительно пахнет. Так что думаю, что кто-то из этих товарищей был в этой комнате. Ну действительно, колдунье так оно и должно быть. Исследователи не сомневаются. Почувствовать присутствие ангелов-хранителей или демонов может каждый человек. Однако порой очень трудно отличить силы добра от сил зла, существование которых не сомневаются даже. Он в начале 20 века в Америке. Окрыленные первыми успехами, ученые стали широко применять его для разоблачения преступников. Долгое время считалось, что такие результаты нельзя подтасовать. Как бы ты ни старался, реакции организма не обманешь. По результатам полиграфа иногда даже выносился приговор. А это значило, что в железных руках детектора лжи была жизнь сотен заключенных. Однако со временем ученые поняли, что некоторым людям не составляет никакого труда обмануть казалось бы непогрешимый прибор. Нужно было только уметь настраивать свой мозг на определенную частоту. То, что детекция лжи является детекцией лжи, это и в свою очередь является ложью. Ложь невозможно детектировать, к сожалению, наука к этому не пришла еще. Детектирует волнение. Поэтому все методы детекции лжи основаны на детекции волнения. Стоило только человеку сымитировать волнение на наводящих вопросах, как машина путалась в реакциях организма и не могла выдать точный результат. Ферму вы сознательно скрыли или исказили какие-нибудь сведения о своей трудовой деятельности? Нет. В эксперименте, который вы видите, исследуются процессы, происходящие в голове человека в момент принятия решения и совершения ошибки. Именно эти процессы активизируются при прохождении проверки на детекторе лжи. Мы стремимся понять, какие процессы в мозге происходят в тот момент, когда человек воспринимает какие-то стимулы, на которые он должен каким-то образом реагировать. Причем, если традиционно в психофизиологии для упрощения эксперимента используют упрощенные схемы, в которых человек, испытуемый, заведомо должен выполнить задания, в которых мы заведомо легко изучают внимание как таковое. Мы же построили схему эксперимента, гораздо более близкую к реальной ситуации, с которой сталкивается человек, когда человек делает ошибки. Испытуемый слышит четыре звука, которые являются комбинацией двух признаков. Низкий-высокий звук, и любой из них может быть просто чистым синусоидальным тоном простым или тем же тоном зашумленным. И он должен нажимать всего лишь на две кнопки джойстика, которые держат руки. Несмотря на казавзу, простоту такого задания, человек обязательно делает ошибки, и мы как раз хотим понять, какие условия в мозге обеспечивают правильную реакцию и чем они отличаются от условий, в которых испытуемый совершает ошибки. Испытуемому через наушники подается звук. В зависимости от его частоты участник должен нажимать на правую или левую кнопки джойстика. Намеренно ошибся, реакция организма будет одной. Сделал правильный выбор совершенно иной. Такие феноменальные личности, как Ури Геллер и Вадим Кузьменко, одним своим существованием доказывают, что развить свои суперспособности и научиться ощущать этот мир совсем иначе может каждый. К тому же ученые уверены, наш мозг умнее любого новейшего научного прибора, ведь просчитать его ходы невозможно. Именно поэтому некоторые из нас могут без труда обмануть даже детектора лжи. Основная хитрость – не перепутать волнение с ложью. Для этого нужно задавать кучу вопросов волнительных, чтобы отличить истинное волнение от волнения вознанной ложью. Детектор лжи был придуман в начале 20 века в Америке. Окрыленные первыми успехами, ученые стали широко применять его для разоблачения преступников. Долгое время считалось, что такие результаты нельзя подтасовать. Как бы ты ни старался, реакции организма не обманешь. По результатам полиграфа иногда даже выносился приговор. А это значило, что в железных руках детектора лжи была жизнь сотен заключенных. Однако со временем ученые поняли, что некоторым людям не составляет никакого труда обмануть, казалось бы, непогрешимый прибор. Нужно было только уметь настраивать свой мозг на определенную частоту. То, что детекция лжи является детекцией лжи, это и в свою очередь является ложью. Ложь невозможно детектировать, к сожалению, наука к этому не пришла еще. Детектирует волнение. Поэтому все методы детекции лжи основаны на детекции волнения. Стоило только человеку сымитировать волнение на наводящих вопросах, как машина путалась в реакциях организма и не могла выдать точный результат. Ферму вы сознательно скрыли или исказили какие-нибудь сведения о своей трудовой деятельности? Нет. В эксперименте, который вы видите, исследуются процессы, происходящие в голове человека в момент принятия решения и совершения ошибки. Именно эти процессы активизируются при прохождении проверки на детекторе лжи. Мы стремимся понять, какие процессы в мозге происходят в тот момент, когда человек воспринимает какие-то стимулы, на которые он должен каким-то образом реагировать. Причем, если традиционно в психофизиологии для упрощения эксперимента используют упрощенные схемы, в которых человек, испытуемый заведомо должен выполнить задания, в которых мы заведомо легко изучают внимание как таковое. Мы же построили схему эксперимента гораздо более близкую к реальной ситуации, с которой сталкивается человек, когда человек делает ошибки. Испытуемый слышит четыре звука, которые являются конструкторами.